Добрый день всем! Я попросил меня приехать сегодня сюда. Очень хорошее мероприятие, нужное мероприятие «День поля Юго-Россия». Понятно, что сложив ситуации, селекция, сигновод, слоновые сорта не требуют особого внимания. И Госпож Россия этим занимается. Занимается очень пистольно. И где же проводить такое совещание, если не в Казахстанском крае? Это край, который славен своими сортами, хорошими школами селекционными. Здесь, пожалуй, самые лучшие инструкции селекционные находятся в нашей стране. Добрый день, коллеги! Меня зовут Влюхов Алексей. Я руководитель региона Юг по всем каналам продаж. По новинкам гибрида, которые сейчас в нашей компании производятся, начнем с подсолнечника. Наши селекционеры сейчас работают под технологию Клеофилд, Клеофилд Плюс и технология Сумо. Выводят гибриды, которые будут из комплексной устойчивости. Это будут 7 раз, 7 плюс по заразихе. И устойчивым к гербицидам Евролайтинг, Евролайтинг Плюс и Экспресс. По кукурузе у нас сейчас ведется селекция на раннеспелые гибриды и поздние гибриды. Раннеспелые это ФАУ будет до 200. У нас уже есть гибрид, который проходит производственные испытания. Это СКАП-171, ФАУ-150. Гибрид будет рассчитан для северных регионов нашей страны. И мы рассчитываем, что он займет свою нишу в таких районах, как Барнаул, Казахстан. Это будет СКАП-620. Данный гибрид рассчитывается в Республике Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Владикавказа. Там, где сумма активных температур выше, соответственно гибрид сможет раскрыть весь свой потенциал. Также сейчас у нас ведется направление по гибридному соргу. Мы сейчас выводим два новых гибрида для хозяйств, у которых есть молочные фермы. Это будут гибриды двух направлений. Зерно силос, это универсал, сатрап. Оба этих гибрида будут высокорослые и с метелкой, которая будет озерненность. То есть его можно убирать как на зерно, так и на силос. В этом году мы открываем наш новый завод по доработке семян подсолнечника. Открытие планируется его осенью этого года официально. Завод будет рассчитан на 5 тысяч тонн, то есть это 500 тысяч пассивных единиц. Мы сможем обеспечивать семенным материалом себя полностью, не зависит от сторонних заводов. Хочу пожелать аграриям высоких урожаев, легкой уборки. Является аналогом широко известного гибрида «Тайфун». Он также заразихоустойчив и это чемпион по масличности семян. Данный гибрид обладает масличностью порядка 53-54%. Он относится в группе средне-ранних и достаточно тоже будет широко районирован. И завершить наш гибридный портфель я хочу также новинкой. «Тайфун» – это раннеспелый гибрид «Гранд», обладающий очень широкой экологической пластичностью, хорошим потенциалом порядка 4 тонн и замечательной масличностью – 52%. Вот небольшая информация о количестве сортов и гибридов масличных культур, которые находятся в государственном реестре, допущенные к использованию в 2022 году. Селекции в НИИМК сейчас находится 276 сортов и гибридов. И 10 сортов и гибридов переданы на испытания в 2021 году. Ну и немного по культурам. Здесь у нас представлено направление селекции по подсолнечнику в институте. Мы видим, что практически все мировые практики по технологиям наш институт осуществляет. Это и классические высоковыражения, гибриды устойчивых к заразихе, клеофил, клеофил плюс, сумо. И зеленым выделены – это те направления, по которым еще нет даже мировой практики. Мы работаем на опережение. Красным выделены гибриды, которые сегодня можно будет увидеть в поле. Основные направления селекции сортов СОИ – это адаптивное направление и базовые направления. Тоже здесь представлены более подробно в разрезе сортов. Также представлены на таблице – это классические высоковыражения и высоковыражения. Новое поколение гибридов компании LIDEA, новая генетика, устойчивость максимальная ко всем расам заразихи. Все гибриды компании LIDEA устойчивы как к основным расам заразихи, так и к новым агрессивным расам заразихи. Имеет устойчивость к ложной мышнистой расе основным болезням подсолнечника. Гибрид универсальный. Отлично показывает себя при интенсивной технологии возделывания, среднеинтенсивной технологии возделывания. Любит и сухую и жаркую погоду, и влажную и холодную. Показывает свои максимальные результаты и в стрессовых и безстрессовых результатах. То есть этот гибрид универсальный, он подходит не только для юга, а для большинства регионов России. Сегодня в однократном уходе из рынка всех иностранных компаний у нас проблема с 16,5 тысяч по ФАУ-415 тысяч. Но, значит, есть страх? Нет. Потому что посевную 23-го года мы с вами пройдем спокойно. Я вам первый слайд показываю. У нас там нет проблем. И задача в 23-м году – эту ситуацию кардинально изменить. В этом году мы заложили в Национальном центре зерна опыт показать, насколько минеральное питание влияет на урожайность и озерненность кукурузы. В данных опытах мы заложили три опыта. Основные удобрения вносились амофос, сложное комплексное азотнофосово-калийное серосодержащее удобрение, предпосевное внесение – селитру. И вот все три делянки одинаковые нормы были. И различия были следующего характера. Гибрид везде – ладожский. У нас ладожский 250-й. Но заложили три варианта. Вариант без селитры с посевом. Потом вариант 50 кг одновременно с посевом в рядок вносили селитры. И вариант внесения 100 кг селитры одновременно с посевом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...